здравствуйте друзья я снова рад приветствовать вас на своем канале у нас уже скоро новый год осталось две недели но вы знаете мне как-то не хочется переться в какой-нибудь торговый центр стоять в пробке пока я до него доеду поэтому не долго думая сегодня мы взяли поехали погулять а погулять мы поехали в усадьбу грибнёва находится они далеко от фрязина по мкат вы едете потом сворачиваете на мытищи и там навигатор вас немножко ведет тоже как мультики про фрекенбок направо налево налево направо вернее не про фрекенбок а про пятачка фунтика и вы оказываетесь в усадьбе свежий воздух замечательная природа и здесь можно погулять и посмотреть что еще от нее осталось хотя конечно достаточно большое количество объектов совсем уже разрушены какие-то частично сохранились какие-то возможно еще реставрируется пойдем погуляем и посмотрим что же здесь осталось итак друзья давайте кратко по поводу усадьбы грибнёва насчет заезда сюда ну знаете это классический вот такой вариант да я здесь на девятке проехал единственного там вот на входе вот там вот вдалеке ворота и они могут закрываться на ключ это надо учитывать чтобы не дай бог вы приехали заехали а потом и кто-то закрыл здесь такое ощущение что идет реставрация потому что вот сейчас вы могли видеть там люди ходят стоят какие-то бытовки стоит фура такое ощущение что из нее выгружали какие-то дрова кровельное железо может быть будут восстанавливать усадьбу а вот в таком состоянии здесь находятся объекты объектов здесь много если кому-то интересно ну я сейчас на данный момент не помню весь список но по моему здесь то ли 8 то ли 10 весь список можно прочитать да на той же википедии есть описание и где-то здесь дворец и какой-то там домик для прислуги и так далее так далее так далее ну естественно все уже в печальном состоянии и зимой наверное может быть это не самая была лучшая идея поехать сюда вот такая здесь вот крыша местами здесь обвалилась все конечно надо очень аккуратно ходить ну плюс остатки жизнедеятельности я так понимаю что лист без определенного места жительства поэтому лучше одевать какую-то обувь покрепче типа берцев чтобы можно было спокойно ходить и не переживать что ваши кроссовки или какая-то другая обувь останутся после этого рваными дранами сейчас вот я как раз не очень хорошо обулся но если что у меня в машине есть берцы я всегда с собой вожу на всякий случай а здесь уже даже на стенах плитка возможно частично усадьба использовалась для каких-то других уже нужд и сюда же какие-то железобетонные конструкции что ли но к сожалению по всем объектам мы сегодня не сможем походить полазить поэтому я думаю мы наверное при случае обязательно сюда заедем еще раз и летом по поводу заезда еще хотелось бы сказать что он никоим образом здесь ничего не охраняется ох не упасть бы мне вот без проблем вы заезжаете охраны никакой нет никого нет что вот это за здание я затрудняюсь сказать ну местами как-то она уже печально так выглядит достаточно собственно говоря как и вся усадьба вот местами здесь все исписано я не очень силен таких надписях но это могут быть всякие следы от игры дозор челлендж и всякое такое вот собственно говоря вот там еще какие-то постройки вот автомобиль стоит него какая-то здесь его плохо видно а вот здесь вот она уже заметно и потому что смотритель какой-то живет тут наблюдает за этим всем хотя конечно я сильно сомневаюсь а давайте пойдем с вами и посмотрим как выглядит заезд шоссе что говоря вот вот так выглядит заезд здесь большая площадка можно оставить автомобиль и без проблем пойти уже погулять саму усадьбу как можете понять здесь не нужен не внедорожник не что-то другое чтобы сюда приехать обычный седан без проблем сюда доедет и насколько я прочитал информацию в интернете это место достаточно популярная у таких как я любителей куда-то покататься ну вот как я и говорил кто-то еще приехал сюда по всей видимости тоже погулять уж не знаю с видеокамеры они или без давайте вот сходим вот в это здание а так снаружи более-менее еще даже ничего выглядит вот опять какие-то надписи мне кажется это все таки связано с этими играми на автомобилях но тут к сожалению классический заброс все изрисовано и списано вот такое большое здание крыша провалилась уже я не знаю даже что здесь было но вот судя по этим светильником знаете очень похоже на спортзал вот здесь даже кажется это разметка похоже на баскетбольную площадку ну естественно как обычно ходить надо аккуратней потому что вот крыша находится совсем печальном состоянии о пианино ну когда-то было естественно играть я не умею поэтому пойдем мы с вами дальше к выходу все зарисовано анархия ну как обычно классический вариант плюс этот вариант горелый пахнет здесь соответствующее ну и как обычно куча мусора без этого нашей стране тоже сложно а вот далеке у нас с вами еще одно строение тоже такое небольшое я сейчас попробую подойти к нему поближе и вот там вот останки видимо основного здания в то что она самое самое большое здесь но к сожалению она огорожена сеткой в принципе конечно можно перелезть не сложно она невысокая но вот там вот такие товарищи в бытовке я уж не знаю реставраторы по всей видимости ну не хоть хочется так верить что здесь кто-то что-то еще надеется когда-то восстановить вот не знаю будут ли они против ну сейчас мы придумаем с этим делом а пока пойдем сходим и посмотрим что внутри вот в этого здания вот кстати говоря останки ну и за как как ворота что ли какие-то были порядком уже естественно все развалилось очередной какой-то код из игры надо здесь были ворота вот видно даже куски от петель ну а здесь вот если честно я не в курсе но судя по следам местные здесь катаются на лыжах я уже совсем туда далеко не пойду а то снег глубокий проваливающий вот еще одно здание усадьбы вот как я говорил видимо совсем основное и какая-то фура а вот еще там кстати говоря видно как ходят люди мы здесь не одни только что подъехал еще мужчина с женщиной небольшого фольксвагене пойдемте зайдем внутрь у нас немножко пошел снег к сожалению кстати говоря надо заменить что насколько я прочитал основными постройками эту усадьба обязана некому генералу бибикину который был а нет шури нам у которого был сам михаил иларионович кутузов ну а также усадьба обязана еще своим постройками господи какой ужас это я сейчас про надписи князю голицыну ну естественно о вы потолочек такой арочный аккуратно надо ходить здесь вообще не крыши ничего уже не осталось и перекрытие тоже держится на честном слове я надеюсь с полами все хорошо тут местами такие дырки не бы не провалиться ну или скажем так не хотелось я думаю мы обязательно постараемся заехать сюда еще раз и летом потому что сейчас под слоем снега ну вот я не знаю такие вот моменты здесь встречаются и насколько это все прочное потому что я вешу не 50 килограмм и провалиться куда-то улогая труба мне не очень хотелось бы а то еще впереди столько планов вот кстати говоря собственно как я здесь нахожусь хожу брожу немножко для смены картинки таскать это все таки как тимофей баженов снимать интересно получается неплохие кадры но собой собой надо не увлекаться ой господа надо пролезть здесь очень небольшое такое местечко о его мою здесь даже лестница сейчас я попробую под ней подняться а нет я боюсь это будет сложновато хотя нет друзья трудом но получается я залез на вторую ох ты на второй этаж тут прям винтовая лестница здесь я думаю мне уже будет попроще я совсем без проблем зайду сюда сводчатые потолки видимо были вот еще кое-где фрагмент есть вот я на что-то наступил вот так вот это все выглядит скажем так со второго этажа еще выше мне уже не имеет смысла забираться потому что вот на этот сводчатый потолочек мне бы не хотелось наступать как-то уже побаиваюсь я дабы он не провалился подо мной друзья я слез правда в одном моменте вот уже здесь вот самом самом конце чуть не съехал не побоюсь что слова на пятой точке очень конечно здесь скользко зимой даже если одевать какие-то берцы я боюсь это не очень сильно спасет но тем не менее это лучше чем кроссовки потому что был у меня один печальный опыт когда мы с друзьями залезли в бункер и буквально вот берцы спасли мне ногу потому что когда я вылез из бункера на правом ботинке на мыске было большой такой порез а так как бункер был большой недостроенный там подразумевали что там будут ракеты системы пво вокруг москвы и там из пола торчало огромное количество кусков арматуры видимо я на какой-то кусок напоролся и даже сам об этом не знал поэтому обязательно думайте что вы будете одевать и в качестве одежды чтобы не порвалось и в качестве обуви дай бог чтобы не пораниться в таких вот заброшенных местах где я сейчас нахожусь но пойдемте ох сходим дальше а у нас ванна по плану и опять вот эти же сводчатые такие потолки интересно выглядит цвет конечно технически наверное было не просто такие вещи выкладывать но что говорить старину умели делать ну сюда мы не пойдем здесь аналогичная видимо какая-то ванна но так как и здесь я думаю не имеет смысла ну здесь также приблизительно все видим вот судя по следам были пожары гв замечательные граффити понять бы что здесь нарисовано ну на этом я думаю мы с этим зданием закончим и будем пробираться поближе к выходу ну вот еще одно строение усадьбы пойдемте побродим здесь вход тоже совершенно нормальный ну как не очень конечно что поделать хотя бы зайти уже можно да здесь был пожар конечно сразу это все понятно очередная разруха аккуратненько вот сколько комнат хорошо все таки жили князья и генералы не то что мы с вами вот в двух трех комнатных квартирах потолок я боюсь такими темпами скоро провалится хорошие такие комфортабельные комнатки вообще кстати говоря друзья знаете было бы интересно услышать мнение ваша таскать подписчиков ну или просто тех кто увидит это видео интересно вообще такие видео ухты прям как будто перепахали весь пол интересно ли вообще вам смотреть подобные ролики просто не все любители полазить по таким заброшенным объектом ну и опять же можно ну сюда мы не будем хочу в ванна или туалет какой-то опять же можно лазить не только по усадьбам есть заброшенные и бункеры и какие-то бомбоубежища военные части пионерские лагеря господи этот список можно перечислять очень и очень долго если с этим хотелось бы спросить у вас интересны вам смотреть такие видео просто я в перспективе собираюсь еще в пару мест и меня совершенно не сложно снять видео и в них кстати говоря если кому-то будет интересно и захочется попасть именно вот в эту усадьбу где она находится вы найдете хотите на википедии хотите в гугле описание кстати говоря в википедии очень хорошее описание с перечнем всех строений которые здесь были как они назывались где они находятся может быть вы не найдете их все ну хотя бы будете знать что здесь построили многочисленные владельцы этой усадьбы ну а теперь зайдем еще вот в эту комнатушку ну здесь как-то совсем непонятно плюс опять таки этот же потолок который может обвалиться в любую секунду кстати говоря друзья прямо напротив усадьбы ручные лошадки их видим здесь кормят все поэтому сразу как только подходишь они подбегают к вам надежды что вы им дадите хлебушка или чего не такого вот еще две здесь к сожалению плохо дорогой слушай но у меня нет еды да нет же у меня еды а слушай вот действительно хоть за батоном хлеба езжай тебя не кормят что ли вот у вас там что то есть красивый красивый лохматенький вообще красавец и так друзья и туго кратенько усадьбы интересная принципе на часок побродить походить особенно летом да вообще милое дело для любителей заброшек и всего такого вообще отличный вариант недалеко находится доехать сюда можно на любом виде транспорта ну и просто интересно что-то поглядеть из истории из каких таких царских времен а я на этом с вами прощаюсь до скорых встреч мы не будем останавливаться будем продолжать снимать наши ролики подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся уже теперь точно в следующем году хотя этот ролик еще снят 2016 но вы его скорее увидите уже в 2017 с наступающим вам с вас кстати говорят новым годом и и Продолжение следует...